Миша Демяшкевич, Кира Юртаева, Илья Пронин, Лео Дамицкий, София Ермолович, Тимофей Шлианков и Миша Журак. Гэтые маленькие личане стали галлонными героями урочистого мероприемства. У залу, где их батькам были уручены посвящения обнароджений детяти, они уехали под аплодисменты свояков в своих первых транспортных сродках – у колясках. Было бачно, что мамы и таты хвалявались, родные ж были приемно сдивлены действом. А вось виновники урочистости одни спали, другие были бадерами, а лишь не плакал никто. Яны, быть саморазумели, отбывается нечто вельми важное – и пирожка джать Нельга. Нельга – по 200 работников ЗАГСа, которые старались, а коли працовали над сценарием свято. Это мероприятие мы проводим впервые. У нас нет опыта проведения таких мероприятий. Например, даже я за время своей работы, вот уже за 15 лет, как я работаю в отделе ЗАГСа, такого мероприятия не проводилось вообще ни разу в нашей Гродненской области. Мы решили быть первопроходцами и сегодня провести такое интересное, думаю, для всех запоминающееся мероприятие. Уручить посвящение обнароджения детяти было доручено члену Совета Республики Национального Схода Беларуси Старшинилицкого районного совета депутатов Инеси Белуш. Яна сама двоеча мама, тому доброведая, на кольких это важная падея – заявление сына те дачки, и кольки працы треба укласть и батькам, как выхавать их добрыми людьми и вартами грамадянами своей краины. Это мероприятие очень важно, не только для маленьких личан, но и для их родителей, для их дедушек и бабушек, для родственников. Вы знаете, до такой степени оно было трогательным, оно только было светлое, вот столько любви, внимания, пожеланий того, чтобы у этих детей все состояло, чтобы получилось. Важность то, что, знаете, в год Малой Родины собрались вместе, понимать, что продолжение, будущее Родины, на новость в этих маленьких ребятах, и хочется думать, что они вырастут достойными гражданами своей страны, гордостью будут лечены, что они будут прославлять ее, мы будем радоваться. Повеншовать и благословить батьков их детей пришли православные католитские священники. Яна святили и карава из Печаны Зерня, выращенного на Алицкой земли, поваром гандлевого центра под здам Лилией Харковой. По задуме работников ЗАГСа он складался с семи именных сегментов. Кожная семья отрымала кавалок с именем своего дитяти. В Кире есть не только родители, дедушка, бабушка, но еще и прадедушка и прабабушка. Не были забыты и бабули, и дядули, виновника урочистости. Им была выказана подяга за выхование детей, которые створили семью и стали батьками. А батьковство, як вядома, самый головный экзамен у житей кожного человека, и от его сдачи залежить будущее детей. Назираючи за действом, родные не ховали эмоции захопления, бы на таким мероприемстве усеяны были у першиню. Хочу поблагодарить представителей местных исполнителей, распределительных органов, поблагодарить за такой праздник работников дворца бракосочетаний, работников дворца культуры Лилийского за такой праздник. И, наверное, уважаемые родители, бабушки, дедушки, ну и вот эти маленькие детки, они теперь не имеют права вырасти, они наоборот имеют право вырасти достойными гражданами своей страны. А кроме бабули дедуль на мероприемстве присутничали и иншие свояки. И никто не был расчарованы. Над ворот их почутям не было межа. Отмавляться от такой урочистости, казали они, ведомо ж было не льга. Выдалась сегодня удивительная такая возможность присутствовать на торжественном мероприятии, посвященном чествованию наших молодых пар, которые вступили на новый жизненный рубеж и получили новое свое почетное звание родитель. Сегодня, глядя на лица молодых, было ясно одно, что их объединяет одна большая радость. Для одних она когда-то была случайной, неожиданной, для других она была долгожданной, для третьих она была запланирована. И сегодня эта радость для нас предстала на красных ковровых дорожках в виде маленьких комочков счастья, которые сделали счастливыми наших молодых, новоспеченных родителей. И хочется нашим родителям пожелать, конечно, терпения, любви к своим детям. Нашим малышам хочется пожелать, чтобы для них всегда горел зеленый свет на белой, без черных полос дороги жизни и в добрый путь им. Впервые за свою жизнь такое представление вижу. Очень приятно и красиво все оформлено. Это благодаря организации ЗАГСа нашего, возглавляем малышка. Ну и районные власти приняли. Это, в общем случае, в этом мероприятии первым. И священнослужители от православной церкви, от католической, выступили с пожеланиями. Так что зажглись наши звездочки, о чем очень хочется проявить гордость за наш город, за организацию такую. И спасибо всем, кто был привлечен к этим мероприятиям. Одны семьи у першиню рэхистровали дятей, другие – не. Але все были однолького уражены. Батьки обьяцали обовязково рассказать детям про урочистое уручение посвященню об их народжении и подмацовать оповеды, виды и фото с дымками, яких у гэтый день было зроблено немало. Очень рад, что нас пригласили. Очень приятно стать частью такого светлого, красивого отражаства. Спасибо всем властям, кто организовал это замечательное, яркое событие. Хочется сказать большое спасибо за этот праздник. Нам очень понравилось. Мы не спали. Ребенок очень сильно наблюдал за всей программой. Было очень здорово. Мы очень рады, что все так хорошо прошло. Все было супер. Большое спасибо организаторам за то, что пригласили. Из большого количества, так сказать, рожденных нас выбрали. Поэтому большое спасибо. Понравилось больше всего, что это мероприятие оказалось сопряжено с приглашением церковных служителей. И очень приятно было, что нам подарили икону, что хлеб был освящен. Очень здорово, что городские власти сотрудничают с духовными органами. И было приятно получать это. Все отлично. Все спасибо большое работникам ЗАГСа, райисполкома и Дома культуры. Нам понравились подарки. Каравай. Все отлично. От лица всей семьи хотели бы поблагодарить администрацию Лицкого ЗАГСа в этом замечательном празднике, который, да, на самом деле необходим для того, чтобы, скажем так, по прошествии некоторого времени наши дети уже, глядя на вот эти видеозаписи и вспоминая то, когда они еще не могли этого, скажем так, вполне осознавать, о том, что они уже стали частью чего-то особенного, какого-то торжественного праздника. За ключным и напыл на одном из самых яскравых моментов стал запуск поветранных шаров. Семь семей одночасово отпустили их разом с пожаданиями детям и верой, что они обовязково сбудутся.